Всем привет, дорогие друзья! С вами как всегда я, RedSmile, и сегодня я попробую рассказать вам о некоторых интересных фактах в мультсериале Леди Пак и Супер Кот. Ну что ж, погнали! Ребята, я нашёл классный способ, как заработать на своих яйцах. Ritz Beards. Первая онлайн-игра с выводом реальных денег. Покупайте себе на ферму птиц, продаёте сенсионные ими яйца за серебро и обменивайте его на реальные деньги. Я знаю, что подобные проекты могут вызвать сомнения, но Ritz Beards работает уже более двух лет и исправно выплативает деньги своим игрокам. Ссылка в описании. Изначально Леди Пак задумывался как 2D-мультик, но позже создатели решили сделать его 3D-стиле. Лишь по одной причине – спаду популярности 2D. Потом, когда уже мультик был анонсирован и вышел на телеэкраны, создатели решили сделать некую версию Леди Пак 2D-стиле и посмотреть на реакцию фанатов. Как ни странно, им затея понравилась, но они решили всё-таки оставить 3D-стиль. Как говорят создатели, несмотря на переход в CGI, мультик по большей части отстаётся аниме. Рисовка, мимика, персонажи, эффекты и всё в этом роде. Томас Астрик рассказал, что Маринетт – это его виртуальная дочь, а её родители – он и его подруга. Практически во всех странах разные порядки показа сезонов и серий. Странный факт, но во время создания мультсериала пропала одна серия. Видимо, серия получилась странной, и создатели решили убрать её с показа. Буквально Чейт Нойерс в французском переводится как «Чёрный кот», это связано с французским происхождением мультсериала. Однако некоторые ресурсы так и называют его «Чёрным котом», но в дубляже он звучит как «Суперкот». Как мы знаем, в мультфильме существуют злые бабочки, которые называются Акумы, но мало кто знает, что в японском культуре это слово относится к нечто злому, например, злому духу. Повседневный облик Эдриана претерпел колоссальные изменения в сравнении с аниме-версией. В аниме у него более деловой стиль – одежда серого и чёрного света, волосы зачёсаны более опрятно, глаза героя были серыми. Также в аниме-версии нам показали, кто под маской бражника – это оказался отец Эдриана, Гебриэл. Окажется ли так в самом мультсериале? Пока неизвестно. Мультсериал является удивительным сочетанием жанров – от действий супергероев до комедии и романтики. Все эти элементы есть в этом мультсериале. Томас Астрюк подтвердил, что у главных персонажей нет точного возраста. Но они подростки. Создатели мультсериала хотели, чтобы Леди Баг погибла в конце первого сезона, но посчитали, что это будет слишком трагично. А как вы считаете, вы бы могли это пережить и дальше продолжить смотреть мультсериал? Пишите своё мнение в комментариях. Квами знает, что делают их владельцы во время трансформации. Марина отправша, но иногда из-за ошибки анимации она использует левую руку. Во Франции божья коровки символизируют удачу. Квами является Куантик Ками. В японском языке Ками означает божество, духовная сущность. Куантик это название вселенной, в которой находятся Леди Баг и другие супергерои и злодеи. Кстати, я обещал сделать видео по вселенной Куантик. Ролик уже на подходе, если наберём под этим роликом 1000 лайков, то попробую выпустить ролик. Ну что ж, на этом всё. Если вам понравился ролик, то не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Плюс я хотел бы добавить интерактивную функцию для нашего канала. Самые офигенные комментарии и пожелания с хэштегом Армия РС попадут в следующий ролик, и авторы которых созветятся в ролике. Что ж, не упустите момент. Ну а с вами был я, Ред Смайл. Добавляйте меня, друзья, во Вконтакте. Подписывайтесь на нашу группу. Всем удачи и всем пока.